Я тут быстренько сварганила завтрак. Я почему-то ошиблась и думала, что я заказала номер, включая завтрак. Но это не так. Завтрак очень дорогой, и я готовлю вкуснее. Мы тут неплохо обжились. Тут вот одна фотография, а вот вторая. Со вчерашнего дня как раз сегодня выложу все, покажу вам. Только надо позавтракать. Митя, телефон, выключай. Белла, просыпайся. Не знаю, может из-за того, что мы замерзли в Стамбуле, но сейчас к вечеру не поднялась температура. Вчера была слабость, и я думала, что это просто акклиматизация. Надеюсь, это она и есть, потому что завтра нам надо по правилам въезда на Северный Кипр сдавать по ЦРТ-стам. Надеюсь, он будет отрицательный. Завтра вам все скажу, но увидите по моему состоянию, что я расклеилась. Всем привет, всем доброе утро. У нас сегодня первый день хорошей погоды в реке. Птички поют, солнышко. Первый день, когда нет ветра. Животные отдыхают. Всем хорошего настроения. Я пока еще до конца не пришла в себя. Я думала, что это просто акклиматизация на несколько дней. Но, к сожалению, пока еще чувствую себя не очень хорошо. Насморк, горло болит. Температуры уже, к счастью, нет. Но, знаете, когда иммунитет сыпется, сыпется все по очи. Где начались проблемы с кожей. Ой, в общем, пока что прихожу в себя. Все, как обычно, в один момент. Вот. Ну, ничего страшного. Я думаю, все будет хорошо. Поэтому, кстати, как я и говорила, да, что как только я заболела, нам надо было по прилету сдать ПЦР-тест. К счастью, он был отрицательный у всех. Поэтому мы не на карантине. Мы дома работаем, мучаемся. Все хорошо. Вы только посмотрите, кого я увидела. Вы представляете? Вот просто вышла из кофейни, иду на парковку. А тут такой вот малыш жует травку. Привет, малыш. Какой же ты сладкий. Просто нет слов. Не боишься меня? Какий мой маленький. Вот такое вот чудо. Так, у нас тут эксперимент. Митя пытается повторить вот это. Ну, Митя. Давай, жги. Получается? Ну, где? Ты что, все, что ли? Давай, Митя. Я в тебя верю. Ну, почти. Почти. Только в обратную сторону надо было закрутить. Что Митя только не готов делать, лишь бы не готовиться к экзаменам. Да, Митенька? Зачем готовиться вам? А я у меня еще далеко не скоро. Через неделю, если быть точным. Даже меньше. С понедельника, Митя. Кстати, сегодня четверг. Через полнедели. Так, проверка Митиного турецкого. Смотрим. Так, вот, значит, Митя любит вот этот смузи. Кстати, продолжение темы смузи. Митя, давай, читай, что там за состав. Что такое лохана? Капуста. Капуста. Шесть штук листиков. Я прои. Дальше. Бир таде одет салаталык. Салаталык. Это огурец. Правильно. Он ики таде одет и спадат. Испадат. Испадат. Это шпинат. Я прои. Это шпинат. Бир таде одет эльма. Это яблоко. Эльма. Эльма? Таде одет бару я прои. Это я не знаю, что. Так, продолжаем. Кир таде одет нанэ я прои. Нанэ? Что такое нанэ? Это шпинат. Мята. Мята, да. Дальше. Бир таде одет арбуд. Это грушка. Армуд. Груша. Правильно. Дальше. Бир таде одет лимон. Это лимон. Лимон. Он таде одет майданус я прои. Майданус. Петрушка. Петрушка. А это что такое? Банан как по-турецки. Муз. Муз. Это? Эльма. Эльма. А это? Портакал. Портакал. Правильно. Чего ты знаешь, Митя? Что ты слышишь? Это турецкий бельеор. Да, да. Бельеор. Да. Так, ну что, Митя, смотрим, какие у тебя экзамены. Смотри? Да. Так, что у нас сначала математика, кстати, 28-го. У тебя на следующей неделе английский еще турецкий, немецкий, английский. Ай, история Кипра несчастная, который в прошлый раз завалил. Сайенс, это наука, айсити, это информатика и социал сайенс. Ну что, Митя, ты готов? Давай. Математик санабе клеер. Пошла, Алым. Что, Митя, ты математику хорошо знаешь? Ну, да. Да, начинай. Да, не совсем. Видели хоть раз, как выглядит дикая орхидея? Я вам сейчас покажу. Посмотрите. Вот какой целый куст у мамы нашла. Видно, да, что это орхидея? Выглядит такая она маленькая-маленькая. Но зато тут целый куст. Я даже не знаю, так жалко его обрезать. Заезжаешь в кофейню, и уже все знают, что ты будешь два карамельных плата. Прикольно здесь, мне нравится. Я, как и говорила, на Кипре Глория Джинс это не вещи и одежда, а кофе. Самое забавное, вот что. Каждый раз, когда я прохожу мимо этой кофейни, в которой покупаю кофе, я вижу вот это, которое сделал мой друг. Первый день за рулем. Он пробил здесь, как это называется, балка. В итоге он хотел слинять, а владелец этой кофейни приехал прямо на мопеде в этот момент. Но отпустил. Ну что ж, а я на прогулку. Всем хорошего дня. У нас тут в комплексе, как я и говорила, много домов в один момент купили, поэтому у нас тут дичайшая стройка. Вот. Но на самом деле самое главное, если ты покупаешь недвижимость на Кипре, не попасть на соседа долгостроя. Чтобы потом бетонные скелеты не были видом из твоего окна. У нас такого нет. Вчера я спутала орхидеи с горохом, а сегодня я не спутаю. Вот такие вот красавчики у нас везде на Кипре растут. Вот это, кстати, по-моему, и является орхидеей, я не знаю. Поправьте меня, если что, но они вот повсюду очень красивые. Нет, я вспомнила, это цикламены. Опять я со своей орхидеей. Боже мой. Да, Мия, скажи, вообще. Мия, как вы видите, пузатая. Кому щенков? Кто на меня смотрит на Северном Кипре, пишите в личку. Ладно, шучу. Здесь в комментариях пишите. Кому щенки? Потому что Папани, вот, кстати, Папани, это собака-пастуха. И он, кстати, тоже очень сильно похож на ретривера. И он тоже белый, поэтому щенки будут белыми. Вы спросите меня, почему я сижу на заднем сиденье. Потому что к нам прилетел брат. Олег, ну, сказал бы привет хотя бы. Мы же не вежим. О чем мы говорим? И самый ужас в том, что мы попали в пробку, которую никогда я такой еще здесь не видела. Это просто Олег из Москвы привез все свои пробки. Вон сзади меня не видно. Все равно привез из Москвы. Откуда они? А, в принципе, они тоже пробки сбывают. Даже не сомневаюсь. И у нас в деревне теперь пробки. Я тебе и хорошую погоду привез. Зато классная погода начинается. У-у-у. У меня сегодня последний урок турецкий. У-у-у. Ничего, как-то занимать. Я сначала написала историю своих родов. Потом поняла, что я реально тех, кто еще не рожал, наверное, очень сильно напугала. Я вот хочу вас успокоить. На самом деле, я рожала уже достаточно давно. И сейчас появилось очень много лайфхаков, как, так сказать, облегчить свои страдания и муки. И чтобы все прошло более гладко, я сейчас с вами обязательно ими поделюсь. Я рада. Хватит храпеть. Посмотрите, какая красота. Опачки. Митя приехал с экзаменов, с телефончиком. Мартин, а ты то с улицы домой, везде лежишь, расслабляешься. Как экзамен сдал? Хорошо. Отлично? Молодец. Всем привет. Иногда так радуешься выходным. И просто хочется развеяться от всех дел, проблем и расслабиться, что мы сейчас и делаем. Посмотрите. Это наш завтрак. Я уже говорила, что я обожаю турецкие завтраки. А это новая кафешка, которую мы просто обожаем. Тут детская площадка. Футбольное поле небольшое. И очень вкусные завтраки. Штуки-приоты едят на завтрак. Оливки. Молочное варенье. Что еще? Овощи. Это оливки с гранатом. Он, кстати, тоже очень вкусный. Он, кстати, тоже очень вкусный. Ну, куча всего разного. Даже не знаю, как это называется. В общем, вкусный. Ну что ж, моя суббота продолжается очень весело. В инстаграме я уже рассказала. Теперь тут расскажу. В общем, у нас каждую весну одна и та же проблема. К нам какие-то перелетные птицы прилетают. Точнее, это либо летучие мыши громадные, либо это летучие собаки. Я про таких прочитала. Они на Кипре как раз весной прилетают. Я думаю, что это они и есть. В общем, они у соседей вот с этого дерева едят ягоды. А потом всю ночь летают над нашим домом, обсирают нам парковку, машины и эту часть дома. Сейчас я вам покажу. Вот. Я не знаю, тут увеличивать можно. Да, можно. Если видно, тут я еще не отмыла. Весь дом с этой стороны был полностью покрыт какашками. Я сегодня целый день со шлангом, с вот этой лестницей. Все отмывала. И, как видите, очень даже неплохо. Так, сейчас покажу. С этой стороны тоже я все отмывала. Единственное, кое-что не отмывается, потому что въелась. Поэтому мы съездили, купили белую красочку. Садовую съездили. Кстати, газон подсеивать тоже надо. И смотрите, что я купила сегодня. Я же не могу не купить растения. Я увидела, что у нас голубика продается теперь, наконец-то. Так что сегодня буду сажать. Потому что ежевика прижилась. Я сейчас, кстати, покажу. А вот малина пока что нет. У нее, кстати, были отросточки тут хорошие. И вот буквально пошел у нас град, и все побило. Еще я вам, кстати, сейчас покажу наш тупник. Это то, что просто радует глаз неимоверно. Очень хорошо растет. Вот, вон уже ягодки начинают краснеть. Все дерево усыпано ими. Посмотрите. Я так их жду. Это первые ягоды каждый год. Вот наш нектарин. Посмотрите, какая красота. Все дерево в цветочках. Ну, кстати, вот три года цветет каждую весну. И еще ни разу не плодоносен. Очень странно. Также и гранат тоже цветет, но он по почве. Он тоже не плодоносен. А вот ежевика, про которую я вам говорила. Плетистая ежевика. Вот она сейчас. Мне надо ее подрезать. Видите? Прям очень хорошо пошло. От корня идут. И тут пошло прям. Очень надеюсь, что у нас скоро будет ежевика. Если еще и голубика, я буду просто счастлива. Так, а это наша хурма. Вот она. Тоже такая же проблема. Каждый год распускается. Кстати, хурма первая прям распускается. И тоже цветет. Но не плодоносит. Не знаю, почему. Потом опадает. Листики ржавеют и опадают. Очень надеюсь, что когда-то это закончится. И все-таки у нас будет хурма в саду. Это наш инжир. Вот она. Вы себе представить не можете. Листья в два раза больше, чем моя рука. И вот тоже такая же проблема. Я не знаю. У меня все... То, что у меня за домом растет. Все деревья. Цветут. А потом начинают болеть и опадают. Вот почему. Непонятно. Может, они еще потом... Потому что молодые. Смотрите, что я нашла. Хотела показать вам вишню. Она еще не распустилась. Но почек уже много. И я не знаю, видите вы или нет. Но это очень милый паучок. Хм. Почему-то не видно. И тут прям, если посмотреть на солнце... Громадная паутина. Давай, уходи отсюда, чувак. Это моя вишня. А это наш персик. Господи, какой же он красивый. Просто невозможно любоваться. Много гужит уже. И, кстати, персики у нас плодоносят каждый год. А это, смотрите, какая красота. Это наша клубничка. Ну, как, не наша, местная. Вот. Ну, уже из фермы сегодня покупали. Ну, что ж. Всем хорошего субботнего вечера. У меня он прекрасный. Я уже намыла себе клубничку. На улице 24 градуса. Птички поют. Так, уже оса прилетела украсть мою клубнику. У меня тут водичка с мятой, с моей. Сама вырастила. Лимончик, правда, покупной. Мой еще никак не вырастет. Это моя любимая книга Джордана Питерсона. И Мартин. Смотрите, картина Репина. Мартин, откуда лимон взял? Мартин. Привет. Котяра. Хорошо тебе. Я, кстати, хотела сказать, что когда у нас приходит жара, все время хочется пить. Но для того, чтобы все время не пить сладкие напитки, потому что, конечно же, хочется выпить лимонадик, еще что-нибудь я теперь себе делаю воду с лимоном и мятой. Это так спасает. Во-первых, утолять жажду быстро. Во-вторых, ты не пьешь сладкое, ты пьешь воду. Потому что пить воды надо много, особенно, когда начинается жара. Вы, кстати, знаете формулу, как рассчитать, сколько тебе лично нужно выпивать воды в день. Если нет, я поделюсь с вами. Теперь, что делает Белла. Я лучше так покажу. Белла, посмотри, какая красота. Закрашиваешь все следы от птичьего помета, которые не отмылись. Ты получше, получше был краску. Так, стоп. Так, у меня время помогает. Я должна вам это показать. Посмотрите на эту прелесть. Видишь? Вот тут прям кошка-кошка. Очень странная. Что, загораете на парушке? Ну, давайте. Красота. А я тут работаю. Всем привет. Мы сегодня случайным образом с мужем вспомнили о том, что у нас годовщина свадьбы. 7 лет. Который год мы забываем почему-то именно про годовщину свадьбы. Не знаю почему. Видимо, для нас это, в принципе, не было так важно. Вот. Но не суть. Недавно у нас, кстати, был разговор по поводу распределения обязанностей. И вот именно поэтому я налила себе кофеёк, а муж поливает. Так, уже не поливает. Не, поливает. Поливает. Всё хорошо. Вот так. С годовщиной нас. Знаете, как это произошло? Мы едем после школы, и муж говорит, слушай, сегодня 5 апреля, 5-5 день сегодня какой-то такой. Блин, годовщина свадьбы. Я говорю, мы опять с тобой забыли про это. Как же так? Ну, на самом деле, годовщину свадьбы мы всегда особо не отмечаем. Максимум мы идём куда-то в ресторан, кушаем вкусную еду, пьём вино, больше ничего такого. Поэтому, в принципе, не вижу смысла. Я думаю, что мы сегодня отметим годовщину свадьбы дома. Вот. А вот 3 июля у нас будет 10 лет, как мы вместе. Поэтому вот эту дату точно я не забуду, надеюсь. И мы её точно отметим по-крупному. О май гад, ребята, пока муж поливает, поливает, поливает. Ах, я наслаждаюсь розовым закатом, посмотрите. Посмотрите, какое всё розовое. У нас, кстати, персик так уже расцвёл. Интересно, да, что одни цветочки прям ярко-розовые, а другие более тёмно-розовые. Их уже так много. Вот так вот. Так что у нас сегодня розовый закат. Ну, почти. На картинке плохо видно. Всем доброе утро. Я сегодня совершила одну ошибку с утра, открыв телефон и почитав комментарии. Я, честно говоря, немножко была шокирована, да, потому что вчера был такой день хороших новостей. Ну, по крайней мере, для меня, да. Потому что у нас с мужем годовщина, и Мия родила в этот день. И просто открыв комментарии, я увидела кучу негатива. Негатива, во-первых, больше всего, что меня убило, это когда, как же так, собака в земле рожает брошенная, вот хозяйка какая-сякая. Ребята, я еще раз хочу уточнить, может, кто-то не в курсе, что собака не спрашивает у хозяина, где ей рожать. Я вчера, когда ее видела, она ходила на улицу. Я ее зову вечером домой, чтобы покормить. Она смотрит на меня и убегает. Я сразу поняла, что что-то неладное. Ну, а что я сделаю, силой затащу, что ли? Да, так что собака не спрашивает у хозяина, где рожать. Она вчера вечером домой не зашла. Я ее звала, звала. Она от меня убегала. Я сразу поняла, что-то неладное, да. И теперь я просто, в принципе, не знаю, как ее из этого мангала вытащить. Без понятия, вот правда. Я бы с удовольствием. Мы сегодня утром заходили, там уже 5 или 6 щенков. Все белые. Мне вчера в темноте показалось, что один щенок коричневый. Нет, все беленькие, хорошенькие. Она их там вылизала, умыла. Все хорошо, вот. Ну, я бы, конечно, хотела бы ее вытащить оттуда, но я не знаю, как. Если кто-то из вас знает, как это сделать, да, потому что я, по-моему, читала, что у щенков новорожденных или котят, правда, не помню, руками нельзя трогать, иначе мать может от них отказаться. Вот, поэтому знатоки напишите, а те, кто говнокомменты пишет, пожалуйста, сами все удалите, чтобы я на это время не тратила. Последнее я хотела еще прокомментировать, что меня тоже взбесило дико. Вчера кто-то мне написал. Я вчера написала. Ребята, я вам сейчас скажу суперновость, которая только что произошла. Я имела в виду рождение, да, щенков. Ну, я тогда чисто физически не успела снять видео, потому что у меня садился телефон, и из-за этого не включилась вспышка, поэтому просто я не могла снять даже видео и сделать фото, чтобы ее было видно. Я пошла заряжать, написала вам. Пошла укладывать детей туда-сюда, потом вернулась, сняла видео, открываю, и там меня уже упрекнули в том, что я делаю какие-то интриги, ля-ля-ля, что люди ждут, бедные несчастные, а я такая сволочь и так далее. Вот если кто-то еще не понял мою натуру, я не из тех блогеров, которые будут задавать дешевые интриги, еще что-то там. Мне вообще плевать, вот правда. Я вот делюсь своей жизнью. А вам нравится или нет? Последний момент, который я хотела уточнить насчет Бородиной. Я вчера, вспоминая свадьбу, вспомнила о том, что она позвонила, сказала, что не пригласила. Я это имела в виду к тому, что мы не отмечали свою свадьбу. Мы просто, я это из-за того, что была уже с большим животом, не хотела ни больших праздников, никого не приглашать. Просто я это имела в виду к этому. Тут же все раздули, что я хочу с ней помириться, и Жужу все время напоминает. Я в последнее время стала, наверное, более черствой, потому что мне всегда очень больно, когда меня люди предают, когда я вижу, что я к людям отношусь лучше, чем они ко мне. Я сделала выводы, и не общаюсь с теми людьми, которые меня не ценят, с которыми у меня нет, по сути, ничего общего. Для чего это все? Я общаюсь с маленьким количеством людей, с которыми мне комфортно и хорошо. Как сказал бы Митя, маму бомбит. Да, мне сейчас сегодня, честно говоря, мое моральное состояние не очень. Я, честно говоря, правда, вчера перенервничала из-за родов мины, даже не знала, чем помочь. Вот. Мне еще сегодня всю ночь снилась какая-то гадость. Под конец мне приснилось, что за нами бегает громадный скорпион. Я детям кричу, бегом я его отвлекаю. Прыгаете на кровать. Вот. И дети не слушаются, бегают вокруг него. В общем, он ужалил сначала Беллу, причем на задницу, а потом еще и Митю. И я просто в истерике. Быстро в машину к доктору, к врачу. Вот. И они не слушаются, отказываются садиться в машину. Ну, и на этом я проснулась. Так что, сори, сегодня у меня настроение так себе. Сон прошел, и все прошло. Да, ну я же, конечно, не поленилась. И обычно я этого не делаю. Но тут вдруг я утром решила проверить по соннику, что значит жалющий скорпион. Это предательство близкого человека или друга. Вот честно, в последнее время этого столько, что я уже не знаю кто. Ну, кто еще может это сделать? Потому что мой круг общения настолько минимизировался. Я не знаю, честно. Я надеюсь, что это просто сон. И ничего он такого не значит. Поэтому все. Мне больше нечего сказать. Всем доброе утро. Я знаю, что мое лицо уже не особо котируется в моем блоге. Все ждут видео с щенками. Но я хотела поделиться с вами новостью. Отвезли было в школу, а у Мити два дня выходных. А почему, Митя? Потому что у меня только что закончились экзамены. Экзамены Митя все сдала. Я вам что-то показать. Посмотрите, как цветет кипрская сирень. Это мы вот в нашей деревушечке, в кофейне. Если вы помните, здесь именно... Ладно, сейчас... В общем, не дали мне снять нормально видео с нашей деревней, где я встретила барашка. Помните, которую я показывала? Так, на Ранбауте пропускают машину. Вообще, правила дорожного движения еще никто не знает. Хотела вам показать вот что. Не просто так снимаю видео. Мой любимый сиреневый дом, возле которого как раз растет кипрская сирень. Ну, смотрите. Просто вау! Это, Лена, фантастика! Ну, все. Ну что, я выпустила Мею погулять. Хочу показать наше местечко. Вот они, хулиганчики. Так, пеленку они сдвинули. Сейчас буду передвигать. В общем, мы тут спрятали их под лестницей, чтобы им было тепло и уютно. Никто не мешал. А Мея у нас гуляет. Все, а то бедняка там. А вот наша Мишка расслабляет. Устала бедно лежать, кажется. Отвяжиться надо. Что ты делаешь, Мея? Иди погуляй, погуляй. Расслабься немножко. Кто со вчерашнего дня не ходил ни в туалет, ни кушал, бедняга. Сынки атаковали. Специально записываю видео из ванны, потому что хотела вам похвастаться, как такое у меня загара. Потому что на улице солнце, и из-за этого не видно. Не видно. Но когда ты заходишь в ванну, где все белое и дневной свет обычный, то очень заметно. Вот, смотрите. При том, что эта ванна у нас не белая, а такая бежевая. Вот так вот. Так что неплохо. Прям неплохо. Всем привет. Давно я не записывала кружочки. Я на самом деле в последние дни А. Работаю. Б. Сегодня у мужа день рождения, поэтому я целый день ездила по магазинам, искала ему подарки. Он неприхотливый у меня, поэтому никогда ничего не хочет. Но я все-таки там нашла кое-что там из вещей, из домашней одежды, книгу, которую хотел. В общем, всего-всего по чуть-чуть. Вот, надеюсь, ему понравится. Ему сегодня 39 лет. Когда мы с ним поговорим, говорите, ага, сегодня еще ветер. Ему было 29. Вот так вот летит время. Я бы по песням делал бы как матросики и девушки, и все, наверное, пойдут, да? Финальная будет песня. Финальная будет песня. Финальная будет песня. Финальная будет песня. Из-за того, что я на протяжении нескольких дней уже никак не веду свой Инстаграм, Телеграм. В общем, я решила справиться с субботу утром и начать с уходика. Я вот сейчас уже нанесла пилинг. До этого я очистила свою кожу молочком. И если вы хотите, я вам могу показать все эти процедуры. Вот, мне пора уже смывать мой пилинг, чтобы не разъел кожу. Пока я наношу на свое лицо маску, я, во-первых, хотела бы посоветовать, если кто-то делает дома себе масочки, а я надеюсь, вы делаете, обязательно купите себе кисточку. Потому что это настолько удобно, нежели пачкать свои пальцы, руки. Во-вторых, тот, кто дома делает пилинги, купите себе специальную тряпочку, или я не знаю, как она называется. Для того, чтобы легче смывалось с лица все то, что вы наносите, любое средство. Вот, допустим, моя. Она, правда, потемнела из-за того, что последняя моя маска была черного цвета. Как бы ее не стирала, она не отстирывается. Вот, значит. А, кстати, отличное предложение. Давайте я вам покажу свой ящичек, где лежит весь мой, в основном, утренний уход. Вот, я хотела снять нормальный обзор, как я делаю утренний уход, пока дети там в телефончиках, муж спит. Но все проснулись и делились на массовой физиономии. Но я все равно, в любом случае, вам покажу свой ящик. Я уже там чуть-чуть прибрала, скажу честно. Вот, смотрите, что у меня здесь. Красота. Во-первых, я заказала себе новую косметику у Аркаи. Если вы помните, я недавно делала розыгрыш у вот таких вот ампул. Так вот, я себе тоже заказала. И они всегда присылают вот такую вот штучку, листочек, где написано, что и для чего, и как применять. Это очень удобно, потому что у них работают очень хорошие косметологи, и вот их рекомендации. Мне уже брат написал в WhatsApp, ну и рожу у тебя. Ну и все делает. Ладно, я переворачиваю дальше, чтобы показывать. Что у меня еще есть? Может быть, показаться, конечно, что это too much, но на самом деле это только кажется. Потому что я просто косметологу написала, какие у меня проблемы с кожей. И она сказала, вместо крема, хотя крем у меня тоже есть, лучше сыворотку антиэйдж гиалуроновую. Вот, но изначально, что я делала сейчас, да? Я воспользовалась очищающей пенкой, умылась. После этого нанесла пилинг, потом маску, вот которая сейчас на мне. И после этого я уже буду сейчас смывать это все. Ну, вы все прекрасно знаете, да, для чего нужен тоник. Тоник нужен обязательно, потому что это единственное средство, которое восстанавливает уровень PH после умывания. Это еще одна умывалочка у меня. А потом моя любимая часть – ампул. Чтобы никого не смущать своим лицом и перелистать. Дальше мы остановились на ампулах. На самом деле их у меня много. И чтобы просто не путаться, как и чем пользоваться, вот действительно нужно просто обращаться к косметологу из Аркаи. Вот она мне написала «Очередовать ампулы гиалурон-коллаген-кристалл». Вот у меня гиалурон, утро прям написано. Вот он кристалл, там коллаген. Просто она все расписывает подробно, и ваши проблемы с кожей решатся. Вот я вам серьезно говорю, потому что не первый раз уже обращаюсь. И здесь уже у меня все понятно. Здесь так у меня запасной тоник унувалка. И здесь микротоки Форео. Кстати, я тоже, правда, очень часто пользуюсь. Мне они очень нравятся. Так же, как и очищающая щеточка. Это, правда, у меня старая версия, но вышла еще круче. Вот, ну, правда. Любое очищающее средство используйте с ним. В общем, я уже не помню, какое окошко я по очереди снимаю. Что я вам рассказала, а что нет. На самом деле, сейчас мне пора уже смывать свою масочку. Я беру свою специальную тряпочку. Ей намного проще смывать, чем вот это вот с водой стоит течь и мокнуть. Хотела сказать еще, что... Что я хотела сказать. После маски я буду наносить как раз свои ампулы. И после этого я уже буду делать специальный массаж микротоками. Специальный массаж вот этой ребристой стороной щеточки. Вот, наносить ампулы. И я знаю, что после этого моя кожа будет выглядеть прекрасно. И чувствуете себя будет тоже прекрасно. Потому что после солнца нужен двойной уход. Увлажнение, детокс. Потому что вот эта маска, которую я нанесла, она именно детокс и очищающая то, что мне нужно. Вот так вот. Всем доброго. Еще раз, пожалуйста. Так что ты будешь играть? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так вот, как это было построено в более 6 лет, от 2001 до 2008. Сейчас я поцеплю чуть-чуть. Так вот, это 70 лет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А что за камера? Берег, Сибочек не разнувало. На больших базах он стоял. Чтоб не разныло берег, вот тут написано, весом до 6 тонн один так же. А он не настоящий. О, здесь сижу. Просто, конечно, в такой солнце погодит. Плоховато видно. Вау. Обалдеть. Не будешь подходить? Вау. Такая маленькая головочка. Белсань, боже мой. у меня зуба это просто мир потребительства, дети уже, мальчики пропали там неееет так они причем так, знаешь, по одной дороге, два убийца а ты что здесь делаешь? где там шляпка тетя, ракушка? да красивая вставай Ушатала. Давай, Лёва, еще раз попробуем, давай, давай лучше ползти тогда, давай встаем, все, нормально. Субтитры делал DimaTorzok Девятый, тридцать девятый, тридцать девятый, тридцать девятый. А вот, сейчас следующий. Вот. Думаете, да? Тридцать девятый, да? Выходи. Достану карточку. Так, Митя, давай карточку сразу вздем на два дня, и здесь надо пройти челлендж, чтобы получить подарочки. Митя, иди сюда, смотри на... Смотри, Митя. Так, какие у меня есть? Митя, это твой человечек, помнишь? Я вот такой еще был, я помню. У тебя вот такой еще был. Это я помню, потому что у тебя прям такой же черный человечек просто, без этих красных. Приехали в Стамбул. У тебя есть женщины, ребята. С 8 марта. Такой смарт-скот Лоусон. Вот за это здание, он сказал. Да, не жарко. Такой смарт-скот Лоусон. У нас с другой стороны ждала печальная новость. Это все очередь, чтобы подняться в башню. У нас не так много времени. Вот так вот, не только в Дубае. Такие вещи. Это очень старое. Но это очень старое. Это очень старое. Да, это очень старое. Так, что мы поднялись. Но видно, башня хорошо отреставрирована. Что пойдем там на красоту, смотри. Здесь проходит. Направить можно. Столько древности. Тарелка такая. Тарелка, да. Вот, смотри. Кувшинчики какие-то. И еще один этаж. Митя. 14 век. И это у нас тоже 14 век. Вот эта знаменитая цепь, которую натянули в Торносорском заливе, чтобы вражеские корабли не смогли вторгнуться. И этого так и не произошло. Так, вот эта папочка нам сейчас рассказала. Еще один этаж. Так, Митя, ну-ка, проверка, как вас в школе учат. Это кто? Ататёрк. 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 Тут так сладенько лежит. Коготочки вытащила. Малышка такая. Ататёрк. 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 на кипре ребята марте идет снег как это вообще понимать на кипре вообще в принципе не должно быть снега еще и в марте вообще фантастика за биби еду отбирает 2 что такое скажу биби ты уже кушал давами твоя еда ну ты будешь в твоем усиду соня с рук не кушаешь что-ли да очень молодец как ух ты нет ярны куран лапу дай вот молодец лежать лежать приехал я к маме в гости посмотреть как себя чувствует сад все ли хорошо ну как сказать все прекрасно заросло прям знатно посмотрите какие-то . даже так долго рук и ухода сад продолжает свисти лаванда по моему это вот такой маг вырос красота она себя чувствует не очень зато все остальное чувствует себя прекрасно срочно надо убрать а тут я очень долго пыталась найти манга прямом посадила но я его нашла вот он он был заросший вот в такой траве вот он родной сейчас я буду это все обстригать ай пчела вот так вот так что вот почти по колено за пару месяцев час секатором и сад ну почти готов по обрезала большую часть сейчас покажу что там у нас с этой страны да что тут велось больше всего работы ух ветер какой всего надо теперь собрать кану все прекрасно себя чувствует вот пожалуйста и сколько новых листиков очень много поэтому все с ним будет хорошо вот сколько травы я тоже срезал секатором это было тяжко но ничего привет марки ты чё там спрятался всегда на улице делают что меня не знает ну окей вот умею дружелюбную да мне ты чё там ищешь у меня солнечко хорошее погода хорошее была это красота чё такого нервничаешь да не дает спокойно полежать да это что кто вообще что это ну вторая ты хочешь тоже на меня попрыгать не нервничай Мартин тебя все любят никто тебя не тронет на чё там лежит ой чёрная ты моя желчка махровая такая так ты давай не царапайся мне тут а так тихо да я контролирую обстановку ах ты ах ты лая кошка смотрите что мы нашли сейчас я просто в шоке это просто поле из цикламена вообще красота да скажи вам да как же долго я этого ждала завтрак на улице воскресенье утром Биби ты тоже с нами птички поют приятного аппетита так мы приехали с Олегом за кофе вид огонь из белопоисы да вот этот мой любимый вид ну что пойдем кофе покупать погнали погнали пошли вау пять минут от дома и ты в такой красоте боже мой сколько лет сюда ездим все никак не могу налюбоваться а птички птички эх а вот наша кофейня пойдем валим не знаю у них холодный кофе да заходи на пашиного друга кофейня тут с Олегом считаем сколько стоит холодный кофе мы теперь развлекаемся таким образом двести тридцать восемь рублей холодный кофе сколько холодный кофе стоит у вас в евро считать вообще забавно двести тридцать восемь и тебе будет примерно 2 евро обалдеть вот так вот ну это чисто меня Олег уговорил да нет с шашлычком сто лет это не делал Олег как первая порция супер баранинка вкусняшка сейчас пожарим сразу все съедим баранинка курочка я ее отбиваю молоточком чтобы она стала плотью и приготовилась быстрее так получается просто обалденно всем привет я хочу вам показать очень быструю эффективную жиросжигающую тренировку которую может выполнять абсолютно каждый и всего за пять минут поехали первое упражнение ручки вверх и поднимаем ножку согнутую в коленке делаем хлопок спинка ровная плечи опущены вниз ногу поднимаем повыше и так выполняем 40 секунд следующее упражнение джемпинг джек на выдохе делаем прыжок тап толпы и делаем делаем отлично глубокий выдох выдох сейчас будет чуть чуть посложнее упражнение мы с вами приседаем как правильно приседать тап от лука назад, как будто мы хотим сесть. Встаем и на этом моменте делаем боковое скручивание. Показываю. Раз, выдох, вдох, два, выдох. Поехали. На выдохе делаем скручивание. Колени не заходят за носки. Отлично. Закончили глубокий вдох. Посмотрели себе. Каждое упражнение можно выполнять по 40 секунд. После этого можно сделать небольшую паузу. Главное не садиться. Можно пройтись, сделать небольшую пробежку и сделать второй подход. Пока. Удачи тебе на экзамене. Все. Первый экзамен. Пойдем причесываться. Давай, давай. Улиганка, пойдем. Читаю до трех и неделю без телефона. Что у нас тут происходит? Забираем Беллу. Белла! Белла, ты что? Олег не папа, он тебя не выдержит. Заскучилась? Да! Вы имеете ввиду? Да! Спасибо! Девочки, всем привет! Как я и обещала, следующее моё видео, спортивное видео будет с упражнениями на пресс. Поехали! Первое упражнение у нас будет на верхнюю часть пресса. Поднимаем ножки вверх. Ножки ровные. Ручки над головой. И на выдохе мы делаем скручивание и тянемся вперед. Всегда следим за подбородком, не прижимаем его к груди. Поехали. 3, 2, 1. Ножки разводим в стороны. И обратно кладем себя. Очень аккуратно. Не падаем на коврик, не травмируем себя. Видите, подбородок все время смотрим прямо. Выдох через рот. Ложимся, вдох носом. Отлично! Закончили! Следующее упражнение будет у нас уже на нижнюю часть пресса. Она у нас самая проблематичная. Я думаю, вы знаете, о чем я говорю. Подкладываем под бедра наши ручки. Ножки также выпрямляем. И это самая будет простая версия. Сейчас покажу еще посложнее. Просто подтягиваем коленочки груди, отрывая так от пола. На выдохе. Кладем аккуратно. Это самая простая версия. Теперь показываю посложнее. Во-первых, можно опустить ножки. Чем ниже мы их опускаем, тем сильнее работает наша нижняя часть пресса. И уже можно приподнимать наши ножки повыше. Не просто согнутые, да, прижимать к груди. А именно поднимать их вверх. Самое главное в этом упражнении не отрывать поясницу в тот момент, когда мы опускаем ножки вниз. Вот так вот. Спинка полностью лежит на полу. Сейчас показываю следующее упражнение. Простая версия. Это на локтях. Вот таким образом. Не проваливаемся в плечах. Шея длинная. Плечи опущены вниз. И делаем просто небольшие шажочки. Вот таким образом. Повыше, пониже. Так же следим, чтобы у нас не прогибалось поясница. Вот таким вот образом. И усложненная версия. Это мы ложимся с ручкой перед собой. Так же с этим за подбородком. И делаем тоже самое. Пониже ножки. Повыше. Дышим. Дышим. Дышим дыхание. Кстати, очень важный следит. А, отлично. Еще одно хорошее очень упражнение хочу показать. Называется русский твист. Но мы сейчас будем делать облегченную версию, потому что не каждый может осилить классическую версию. Кладем ножки на пяточки. Сложная версия это вот так. А мы с вами их кладем. Спинка ровная. Наклоняем ее назад. Как можем, так и наклоняем. И на выдохе делаем скручивание в сторону. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Поехали. Как можно ниже спинку. Опускаем. Можно взять также гантельку и гантельку опускать в стороны. Отлично. Закончили. Показываю последнее упражнение. Оно самое мощное, самое эффективное. Ну и, наверное, самое сложное это скалолад. Но оно трехмерное, поэтому я советую каждому стараться по мере возможности его выполнять. Показываю, как оно делается. Во-первых, мы встаем в планку на выпрямленных руках. Всегда следим, чтобы ладошки были под плечами. Ровная линия. Также с поясницей, да, спинка от шеи до попчика должно быть все максимально ровное. Вот так вот мы встаем, вырубляем коленочки и начинаем подтягивать коленочки к груди. Облегченная версия – это ножки по очереди. Усложненная версия – это уже бег. Рост под себя, живот втянули. И вот таким образом выполняем. Обычно мы в своем марафоне выполняем 40 секунд такого упражнения. Вы можете сделать хотя бы 20 секунд с этого начать. Вот такой вот у нас был экспресс-кульс по прокачке пресса. Повторяйте также эти упражнения. Можно по два, по три подхода. Насколько у вас хватит сил. Самое главное – следим за нашим пульсом. Не должно резко подскакивать давление. Это также очень важно. Всем привет! У нас сегодня будет небольшая тренировка на наши бедра и ягодицы. Я показываю первое упражнение для разогрева. Приставные шаги. Приставляем буквально носочек и тут же ножку отводим обратно. Ручки можно задействовать вот так вот вверх. Вот так вот локти назад вдоль тела. Либо разводим в сторону. Вот так. Отлично! Поехали махи. Ножку назад. И шаг можно сделать пошире. И поехали. Махи. Скручиваемся. Тянемся противоположной ручкой к нашей ноге. Спинка ровная. Корпус также скручивается. На выдохе. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Отлично! Теперь встаем на носочки. На прядочки перекатываемся. И давайте немножко попрыгаем. Просто на месте. Невысоко. Прям еле-еле отрываемся от пола. Такой вот небольшой разогрев. Перед тем, как мы будем работать на наши ножки. И давайте теперь ножки попеременно. Вот таким вот образом. Собиним. Чувствуете, как сразу все лишнее трясется? Отлично! Можно сделать лифа-дренаж на проблемных зонах. Живот. Ручки. Супер! Ну, а теперь поехали. Первое упражнение у нас будет приседание. Если у вас больные колени, можете перемотать вперед. Там будет упражнение как раз для вас. А мы с вами ставим ножки шире, чем ширина ног. Носочки чуть-чуть вверх. Как я и в прошлый раз объясняла. Приседаем, отводим таз назад. Колени не заходят за носки. Корпус вперед. Вот таким образом. Но что мы делаем? Мы с вами приседая, отводим наши носочки в стороны. Раз. Встали и поставили их в исходное положение. Вот таким образом. Оп! Оп! Приседаем. До параллели полу, либо ниже. Отлично. Существуем, как прорабатываем наши ножки. Немножко приседа сделаем. И после этого наши любимые махи. Давайте. Три. Два. Один. Последний раз. Оп! Закончили. Теперь встаем. Корпус чуть-чуть вперед, таз назад. И сгибаем нашу одну ножку. Если у вас есть опора, можно расстаться к стеночке. Ножка согнута и напряжена. Здесь так, и махи. При этом мы с вами не наклоняемся, не сгибаемся, а именно зафиксируем в одном положении. Также ножка у нас. И продолжаем без махи. Как будто у нас за коленочкой мягко привязали. И вот так, в гаранетку, тянут в сторону. Но мы сопротивляемся. И немножко возвращаем обратно. Поехали другая нога. Эти махи очень хорошо прорабатывают зону калифе, внешней части бедра. Но на внутреннем мы тоже сегодня поработаем. Для этого у нас еще ковричек подстоит. Отлично. Ну, теперь уже ложимся на коврике. Ручки вдоль тела и отрываем свои ягодицы от пола, зажимая максимально в верхние точки. Поехали. Раз, зажали. И теперь расслабляем, опускаем вниз. Если хотите немножко усложнить упражнение, можно зафиксировать все верхние точки, встать на носки, потом аккуратно опуститься на пятки и уже вернуться в исходное положение. Зажимаем всегда ягодицы до максимума, до предела. И давайте теперь сделаем пружиночку. Наверху зафиксировали себя, расслабили чуть-чуть, тут же напрягли. Расслабили, напрягли. И у нас получается вот такая пружинка. Отлично. Скажу, очень классное упражнение в таком положении. Только мы с вами одну ножку выпрямляем. И когда мы поднимаем ягодицы, зажимаем, поднимаем вместе с ножкой. Так мы усиливаем нагрузку на одну из ног. И так же меняем ножку и делаем все то же самое. Ягодицы как можно выше. Так, отлично. Сейчас проработаем внутреннюю часть бедра. Ножки поднимаем, коленочки ровные. И разводим ножки в стороны. Показываю. Раз, два, три, четыре. Как можно шире. Ножки ровные. На самом деле упражнение не сложное. Но после его выполнения вы почувствуете, как у вас тут все начнет болеть. И это хорошо. Значит, все делали правильно. Ну что ж, заканчиваем нашу сегодняшнюю тренировку. Лежа на полу. Ложимся только на живот. Ручки под собой. Смотрим, чтобы у нас шея не была зажата вот так вот наверх. Смотрим ровно перед собой. Коленочки напрягли. Ягодицы напрягли. И просто поднимаем наши ножки. Смотрим. Напрягая ягодицы и коленочки, вы сможете на несколько секунд поднять свои ноги вот таким вот образом. Сильно высоко это не получится, но оно нам и не надо. Чувствуете, как ягодицы работают? Хорошо. Колени ровные, напряженные. Ягодицы уже горят и даже не сомневаюсь. Также есть в таком положении еще одно упражнение на ягодице. Мы сгибаем в 90 градусах наши коленочки. Также напрягаем ягодицы, чтобы коленочки оторвались от пола. Разводим ножки в стороны, пошире. Носочки можно, кстати, на себя натянуть. И вот таким вот образом, не расслабляя ягодицы, перекладываем наши ножки, колени на пол. Не кладем. Вот так вот. Либо попеременно просто опускаем наши ножки вниз. При этом также пригодится. Наши не расслабляются. Вот и все. Девочки, сегодняшняя такая мини-экспресс-тренировочка. В основном она была, конечно, на ягодице. Но следующий тренировок у нас также будет бедра, гандио, бред и даже грудки. Поэтому всем спасибо за внимание. Я надеюсь, вы все выполняли одновременно со мной и у вас все получилось. Пока! Так, мы с Балой играем в больную любимую книгу, которую ей подарила бабуля на Новый год. Вот я одела бабулю. В каждом отделе шкаф с одеждой. Это у нас бабуля, да. А где дедуля, покажи. Вот, я ее еще не одела. Почему дедуля дедуля, а бабуля не бабуля? Бабуля заказывала. Так, окей, это мама с папой. Я помню, у нас в детстве было все то же самое, только бумажное, и все вот так вот крепилось бумажками. А тут прям крепко все держится. Косметика. К нам из-за опыки пришла пыльная буря. Я думаю, по горам видно, как она выглядит. Море, все как в тумане. Тяк, конечно. Ну, тех, у кого аллергия, не везет. Итак, сейчас мы с Митей покажем вам комплекс упражнений для спины. У Митей проблемы со сутулостью. Сейчас мы будем это все прорабатывать. Первое, это отжимания от дерева. Молодец. Это уже второй подход. Дальше. Так, следующее упражнение. Собака мордой вниз. Митя стоит в планке на выпрыгнутых руках. Давай, Митя. Главное, чтобы все время спина была ровная. И смотри, Митя, всегда следи, чтобы ладошки были под плечами, когда ты в планке встаешь. Ноги ровные, спина ровная, таз максимально вверх и назад. Так, следующее упражнение. Берем гандельку подяжелее, 4 килограмма. Колени согнуты, таз отведен назад. Спина ровная, Митя. Смотрим перед собой. И локти никуда не отводя. Ровно назад. Мы прижимаем эту гантельку к себе. И опускаем. Самое главное, когда мы опускаем ее, не бросаем. Так, следующее упражнение. Руки мы вытягиваем вверх. И локти параллельно телу опускаются вниз. Параллельно телу. Молодец, отлично. Готовьте в инстаграм выходить. Это для телеграмма. Так, тут колени согнуты. Таз назад, Митя, спину. Выпрямляем. И руки назад. Молодец. Так, это упражнение тоже несложное. Руки перед собой. Ровные, не ниже параллели пола. И сгибаем, потом выпрямляем в сторону. Молодец. Молодец. Так, еще одно упражнение. Круговые движения. Максимальный круг рисуем. Максимальный диаметр. Отлично. Спинка ровная. Лопаточки соединяются. Вот так. Отлично. Молодец. Какая-то уже рыбку. Ну да. Вот с такой красотой. Боже мой, это волшебно. Подарок на нашу годовщину свадьбы. Дело мне у нас просто вообще. Ему помрачительную. Она родила. Мия. Почему именно 5 апреля? Скажи. О, Боже. Это он корой. А почему он не белый? Мия, кто отец? Почему коричневый? Мия, папа же белый, как и ты. Или я что-то это неправильно поняла? Боже мой. Куда ползаешь? Давай, мамки. 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 Корми, мать. Считаем по хвостам. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Считаем по хвостам. Макки. Тихо. Небо. Тихо. 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 Кто же еще мне помогает готовить? Мартин, да? Кто всегда лежит в моих ног? В смысле? Ты что, вообще, что ли, наглая? Слезай с моей ноги, чего возмущаешься? Давай, как я буду готовить, Мартин? Ну и наглость. Ну и все. Не забудьте горизонтально снимать, а то я тебя уничтожу. Что ты так спрашиваешь? Что ты уничтожаешь? Честно, мамашка. В общем, подсела я на этот iHerb, у нас в аптеке все эти витамины продаются, в России сколько жила, ни разу не заказывала, тут я заняла, увлеклась, коллаген, пассифлора, магнезий, кальций, цинк, витамин А, В, Д, Е, АТП, омега-3, вот, короче, вот так вот, так что увлеклась. Осторожно, Ленора где-то прячется, страдает, ужасно выглядишь. Дождалась я, вишня распустилась, не распустилась, почки то есть не появились. Вот, все, скоро будут цветочки. Так, нефтаринчик тоже ниже, цветочки и листики выглядят прям потрясающе. Жаль, что за домом, редко вижу. Гранат уже метра три. В этом году как он будет, цвести не будет, позапрошлым твел, в прошлом нет. Привет, посмотрите, кто это у меня тут, а? Такой небольшой пацан. Вообще, что меня переживаешь? Не переживай. Вообще, такой же, ну, что ж такое, посмотрите. Вообще красотулечка. У нас, оказывается, не все белые. Три белых и три бежевеньких. Тут беленький парень. И кто тут у нас? Это наш бежевенький кроссовчик. Ой, какой же младкий. Прямо, чем старше они становятся, тем больше они становятся похожи на ретридеров. Мим, маманя ты наша хорошая, молодец, защищай. Только не от меня. Остальные будки спят. Все, побежал. Мартин пришел познакомиться. Мартин, ты чего? Только, пожалуйста, не съедай, ладно? Я знаю, что он испугался. Ой, все, прячется. Молодец, Билл. Защищай своего детеныша. Ежа. 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 Хватит храпеть. Папочка. Привет. А где мама? Ну, у нас еще одна тележка. Какая встреча. Открываем. Только приехали. Привет, мам. Посмотрите, какое у нас событие. У нашей ночки открыли глаза. Да. Эй, вот они. Глазки какие. Ну, кто писит? Где мамка ваша, а? Этот мамыш пока еще не открыл. Не все еще открыли. Ну, вот. Я открыл глазки. Где? Где вы? Ваши глазки. Вот они. Глазки открыли. Открыли, значит, глаза. Деловые. Начали уходить. Да, смотрите. Ченки уходят. Тёмия, уже не сбежишь. Они сами к тебе придут. Ну, тем более. Глазки и мыши сами. Деловые какие, а? Тёмия, попала. Ну, куда? Ну, куда пошла-то? Драка. Готичку. Машель. Мишель. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...